приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы неоднократно в комментариях вы просили приготовить плавленый сыр и вот собственно говоря для вас мы его готовим процесс достаточно простой но по-моему вообще проще простого и так для приготовить но вообще есть несколько видов плавленого сыра мы сейчас покажем самый простой если будут комментарии будь в комментариях пожелание приготовить более сложный с добавлением твердого сыра мы его тоже приготовим для приготовления плавленого сыра нам понадобится домашний творог как сделать домашний творог у нас на канале есть видео, ссылку на это видео я размещу в описании этого ролика, друзья. Все ингредиенты мы рассчитываем сегодня на полкилограмма творога. То есть полкилограмма домашнего творога, 100 грамм сливочного масла, мы его немножко растопили вот так вот, чтобы оно стало мягкое, буквально 30 секунд в микроволновке. Также нам понадобится поваренная соль и самый главный ингредиент плавильная соль, которая непосредственно и используется для плавленых сыров. Плавильная соль или плависоль в Украине, ее можно купить в интернет-магазине 413.com.ua. Если не сможете найти в Российской Федерации, ну напишите, я поищу, я думаю, что найду. В любом случае, мне кажется, даже в интернет-магазине Cheese Home она наверняка будет в наличии, потому что ассортимент этого магазина огромен. Работает он со всей Российской Федерацией, с Казахстаном, ну в общем, практически со всеми из Белоруссии, со всеми странами СНГ. Пропорции полкилограмма сыра, 100 грамм сливочного масла и 5 грамм плавильной соли. Поваренная соль по вкусу. Также нам понадобится блендер, понадобятся формочки, в которых мы будем формировать наш плавленый сыр. Ну и мы решили сделать два сыра. Один классический плавленый сыр, типа янтаря. Второй мы сделаем вот с таким вот турецким листовым перцем. Ну, чтобы у нас был сыр с добавками. Вообще, в качестве добавок, как вы наверняка знаете, можно использовать, ну все что угодно будет громко сказать, но можно использовать мелко нарезанную ветчину домашнюю. Кстати, у нас тоже есть видео, как приготовить ветчину. В разделе колбасы заходите, смотрите. Можно использовать грибы-шампиньоны, которые, в принципе, пригодны к употреблению в сыром виде. Можно использовать совершенно любую зелень. Ну, в общем, полет фантазии сумасшедший, на мой взгляд. Итак, друзья, не будем долго разглагольствовать, а приступим к приготовлению плавленого сыра по аналогу янтаря. Помещаем наш сырок в кастрюльку, ну, наш творожок, вернее. Я его сразу же разминаю, потому что надо его измельчать в любом случае. Да, я не сказал, что нам понадобится водяная баня. Вот я не зря тут поставил плитку. Мы сейчас соорудим из двух кастрюлей простейшую водяную баню, чтобы сыр в ней плавить. На огне его расплавить не получится, потому что он пригорит. Недавно, ну как недавно, мы были с Ларисой весной на байдарках в походе. Я вышел в каком-то селе на берегу Днестра в магазин купить, что-нибудь покушать. Так, мы еду с собой взяли основную, ну, захотелось чего-то особенного. И купил плавленый сырок Дружба. У меня создалось такое, я помню, в детстве я очень любил плавленые сырки, ну, такие как Дружба. Как я попробовал эту Дружбу, какая-то резина вообще бы вкусная, с запахом химии. В общем, добавляем сюда потопленное маселце. Ну, как-то с горем пополам добавили. Опять все перемешиваем. Теперь добавляем плавильную соль. Еще раз все перемешиваем. Она вообще соленая, эта плавильная соль? Не, не соленая. У меня ничего не расплавится внутри, от того, что я ее визнул, Ларис. Не знаю. И добавляем поваренную соль по вкусу. Ну, сейчас я вот добавлю чуть-чуть, перемешаю, попробую на вкус. Вкусы у всех разные, так как здесь нет ничего сырого, все готовое, то можно совершенно спокойно это пробовать. Лариса, можешь освещение немножко ближе придвинуть, чтобы кастрюльку полностью освещало. Надо еще сольки. Лариса хорошо отмерила. Добавляем всю эту сольку. Он же должен быть солененький, плавленый сыр. Вот, вот так вот. Теперь с помощью вот такого вот блендера все это хорошенько перемешаем, чтобы у нас должна быть получиться такая сырковая масса. Чтобы все крошечки, крутиночки, которые есть в твороге, мы размяли. Измельчил я его блендером, получилась практически однородная масса. Вкусненькая. Такой получился совершенно кремообразный. Вышкрябываем все из блендера и будем плавить. Сейчас подготовим водяную баню. Вот, я все отсюда вышкребу. И приступим к плавлению. Соорудили водяную баню и начинаем наш сыр плавить. Надо сказать, что он очень быстро начинает плавиться, но нам надо поднять температуру этой сырной массы до 90 градусов. Постоянно перемешиваем. Ну и, естественно, вода у нас не надо, чтобы... Видите, он моментально начинает расплавляться. Вода не надо, чтобы кипела сильно. Ну так, чтобы он медленно нагревался. И тщательно перемешиваем его. Доводим температуру именно сырной массы до 90 градусов. Друзья, если мы хотим получить более жидкий сыр, такой как бы пастообразный, тогда на этом этапе можно добавить немножко молочка. Немножко ну, как бы разбавить. Лучше ложкой мешать. Немножко разбавить эту сырную массу. Если мы хотим получить именно такой вот, как классический был янтарь, тогда ничего не добавляем, а просто плавим. Ну, собственно говоря, сейчас будем плавить. Как только температура поднимется, я вам покажу результат. Вот посмотрите, пожалуйста, промежуточный результат у нас такой. То есть сыр уже хорошо расплавился, но его температура сейчас 75 градусов, а нам надо вести до 90 градусов. Плавим мы его сейчас уже 16-17 минут. Постоянно помешивая, естественно. Температура сырочка достигла 90 градусов. Можем переложить его в формы. Формочки мы охладили, вернее, в холодильнике, чтобы он у нас потом хорошо из формочек легко извлекался. Есть половина уже или нет? Да, наверное. Это бросает вообще. Ну, таким вот образом пригладим его и дадим сырочку остыть. Ну, его горячий, сейчас в холодильник нельзя ставить. Дадим ему остыть, а потом поставим в холодильник. Во вторую часть сыра введу перец. Ну, как я уже говорил, добавки любые можно вводить. Тоже тщательно. Ой, как запахло. Тщательно перемешаем сырное тесто. Такой у нас сырочек плавленый с паприкой получился. Видите, какое оно по консистенции получилось? Ну, если оно уже имеет консистенцию жидкого плавленого сыра, он еще должен засыть. Консистенция немножко изменится. Ну, и этот тоже отправляем в форму. Надо оставить себе на бутерброд чуть-чуть в кастрюльке. А яй горячий. Все, что осталось в кастрюльке, вот это еще выкладываем, а остальное мне на бутерброд. Разравниваю вот так вот в форме, даю остыть, и потом в холодильничек. Он остынет, и я думаю, завтра продегустируем, посмотрим, какая у нас консистенция получилась, и что получилось на вкус. Но на вид очень красиво, и пахнет замечательно. Пахнет реально плавленым сыром. Он должен немножко пожелтеть, застыть. В общем, завтра все покажем. На следующий день сырок остыл, и вот такой вот он имеет вид у нас. Давайте попробуем его разрезать. То есть, как классический плавленый сырок по консистенции. Ну вот, как дружба, как янтарь. Вот такой вот в разрезе этот. И разрежем без ничего. И вот такой вот в разрезе этот. Липнет к ножичку. Давайте попробуем, друзья. Ну что, с какого начнем? Начнем с того, который без добавок у нас. Очень похож на сыр дружбы из детства. Правда, реально. Мы первый раз делали, экспериментировали. По весу. У нас получилось 430 грамм. Общий вес двух сыров. То есть, мы использовали полкилограмма творога. И столько, 100 или 150 грамм масла? 100. И 100 грамм масла. Вот. Получился общий вес 430 грамм. Куда делось остальное, для меня большая загадка. Я думаю, пока мы его плавили, в твороге все-таки была жидкость, и она испарилась. Ну, при температуре 90 градусов, наверняка, часть жидкости испарилась. Вот такое у меня объяснение. Друзья, если вы хотите сделать сыр такой консистенции, как виола, то есть, который мажется на бутерброд, бутербродный плавленый сыр, тогда на том этапе, когда мы взбиваем блендером, надо добавить молока. Ну, вот, чтобы он получился примерно такой консистенции, как виола, ну, помните такой сыр, да? Который вот в пластмассовой баночке был, и вот так чик, и на хлебушек мажешь. Где-то 100 грамм молочка надо добавить, и получится такой сырок. Попробуем с добавкой паприки. Он окрасился так хорошо паприкой. Ну, он и пахнет, собственно говоря, паприкой. Этот сыр очень похож на вкус, вот знаете, в круглых картонных коробочках продаются треугольничками сырки с разными вкусами, там, с грибным, с ветчиной, с паприкой. Вот, он очень похож на вкус, вот, на этот сыр из картонной коробочки. Даже очень вкусный. Вообще супер. Ну, хотел его намазать на бутерброд. Вот так вот он мажется. Ну, собственно говоря, примерно так же, как сыр, о котором я рассказывал, он и мажется. То есть он размазывается немножко при этом, ну, как, не как масло, размазывается именно как сыр. Бутербродом тоже супер. Не помню, говорил я, уже не говорил. То есть на этапе вмешивания в сырное тесто добавок можно вмесить мелко нарезанную ветчину, можно тмин, можно зелень, можно итальянские травы. Ну, в общем, полет фантазии достаточно. Можно, кстати, грибочки взять, шампиньоны, допустим, мелко покрошить, тоже вмесить в сырное тесто. На самом деле, ну, фантазировать можно очень, очень много с этим сыром. Нравится мне. Буду я теперь готовить его. Ну, и вам, собственно говоря, друзья, рекомендую. Мы с удовольствием вам представляем рецепт плавленого сыра. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Мы на все комментарии и на все вопросы с Ларисой отвечаем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты, дорогие друзья. Ну, и, собственно говоря, на этом все. Ставьте пальцы вверх, если вам видео было полезно. Мы будем с вами прощаться, друзья, и снимать для вас, естественно, новые интересные видео. Всего доброго, пока! Продолжение следует...